После того, как вы включили кассу, у вас автоматически запускается программа. Вы набираете пароль, которым мы вам сообщим. У каждого будет свой. Я набираю свой пароль. Если мы нажимаем «Открыть фронт», мы попадаем дальше в программу. Если вы набираете «Завершить работу», то касса выключается. Касса у нас загружается. На данном фискальном регистраторе возможно пробивать чеки. Эту ошибку мы просто закрываем. Открывается сразу список меню. Так как у нас касса не из столовой, а из буфета, мы выбираем меню буфета. Вот здесь, на эту кнопку, выводятся списки меню, которые у нас в принципе есть. Мы выбираем буфет. У нас всего одно. Мучные изделия. В данном меню мы можем выбирать «Листать вверх» на стрелочке, «Вниз», «Вверх». Эта кнопка возвращает нас в папку, в другую, так как папка у нас одна. Сейчас покажу, например. Например, не покажу. Но мы все равно выбираем мучные изделия. Допустим, мы хотим взять булочку. Нажимаем на нее. Указываем количество, сколько булочек нам нужно. Например, 5. А вот у нас есть даже функция. Вычесть одну булочку, прибавить одну булочку. Можем ввести количество. Может, нам надо 500 булочек. 500 булочек нам не нужно. Мы уменьшим до одной. После того, как вы забили меню, например, мы выберем еще калачик чаю, 5 штучек. И беляшика, 2 штуки. Вот, мы сформировали позиции в меню. Далее, что нам нужно? Нам нужно их оплатить. Мы выбираем кнопку «Оплата». Далее у нас есть выбор. Оплата по карте или наличными. Для начала рассмотрим вариант «Наличными». Выбираем «Наличными». Здесь можно указать сумму, которую дает клиент. Ну, например, 1000 рублей. Можем ничего не указывать. Обычно никто ничего не указывает. Берем «Применить». И жмем «Пробить чек». Все, чек у нас печатается. Все, у нас автоматически открывается смена. У нас вот вышел чек об открытии смены. Ну, его, наверное, не видно, но вы сразу его поймете. Ну, и просто обычный чек. Вот. Также попробуем показать оплату именно по карте. Также выбираем беляшик. Пусть будет один. Выбираем оплату и оплату по карте. Вот. И жмем «Пробить чек». Далее он просит ставить карту в банковский терминал. Вот. Вот мы имеем банковский терминал. Предъявите карту. Мы можем приложить карту. Также мы можем ее вставить и набрать пин-код. Но, так как карты у меня нет, я нажимаю на нем красную кнопку и просто отказываюсь от этой операции. Пробить чек, естественно, не завершено. Ну, например, вы попали в такую ситуацию, что у клиента нет денег на карте. То есть, что мы можем? Мы нажимаем «Сброс оплат». Вот. Переходим в меню. Если нам нужно полностью удалить позицию. И удаляем ее. Все. Позиция удалена. Мы можем опять выбивать все, что нам заблагорассудится.